По данным следствия, впервые в поле зрения полиции гражданин Великобритании попал около двух недель назад. На одной из улиц Самары его автомобиль был остановлен. В нём находились сам Бочиус и его спутница Елена Станкевич. При обыске автомобиля был найден наркотик весом около 4 граммов, за что Бочиуса и Станкевич оштрафовали. Спустя несколько дней полицейские наведались в съёмную квартиру Бочиуса, где, по данным следствия, в кармане его одежды было обнаружено ещё более 30 граммов гашиша. Сам Бочиус это отрицает. По его словам, во время обыска квартиры полицейские превысили полномочия. «За эти несколько дней, пока я в заперти, мой адвокат нашёл в деле ложь и фальсификацию в действиях полиции, и поэтому я не совсем понимаю, как расследование может идти дальше». По данным следствия, ранее к уголовной ответственности иностранец не привлекался. Как говорит он сам, наркоманом не является, а просто иногда употреблял гашиш, чтобы расслабиться. Сам Бочиус женат и имеет 7-месячную дочь. Сказать что-либо в защиту подозреваемого родственники не смогли. «Мы отказываемся от каких-либо комментариев. Я вам всё сказала, господа, пожалуйста, удалитесь, мы не будем отвечать на какие-либо вопросы». Суду предстоит выяснить все подробности дела. А пока на время следствия подозреваемому придётся провести в СИЗО два месяца. «Основания были веские для того, чтобы избрать в отношении Бочиуса меры причинения в виде заключения под стражу. Бочиус может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов предварительного следствия суда». Если вина Бочиуса будет доказана, за незаконное приобретение и хранение наркотиков в особо крупном размере ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Павел Баймаков, Константин Головин. События.